Уровень воды в реке Опи за сутки снизился на 10 сантиметров, но специалисты ожидают вторую волну паводка с Алтая в 20-х числах мая. Сейчас в зоне подтопления остаются почти 4000 дачных участков, спасатели эвакуировали 146 человек. О том, как вода выселяет жителей собственных домов, Анатолий Харитонов. По дорогам в селе Мочище теперь только на лодке. Глубина здесь почти полтора метра. Из берегов вышла маленькая протока реки Опь. Приливная волна, что пришла в День Победы, затопила в общей сложности 30 домов. Смыла грядки. До сих пор вода стоит в подвалах. Пойменная часть разливанное море, где в зарослях кустарника плавают мусор и нечистоты из уличных туалетов. По словам старожилов, такого не было лет 50. Ложились вечером спать. Вода шла буром ночью именно. Страшно шла вода именно ночью. И получается, что многие люди просто не успели спастись, легли вечером спать, утром проснулись в воде все. Хорошо, если проснулись. Тут говорят, что женщина одна у нас утонула. Сегодня в нашем регионе подтоплены сотни домов в Новосибирском, Колыванском, Болотнинском районах. Вода пришла к нам с Алтайских гор, чьи снега питают реку Опь с притоками. Сугробы на склонах начали резко таять. Не во второй половине мая, как обычно, а уже в конце апреля. Там несколько дней подряд было плюс 30. Проблема в том, что предупредить всех о надвигающейся угрозе специалисты не смогли. Негативным моментом послужило то, что это все выпало на длинные выходные дни. Поэтому до всех, до кого это можно было бы довести, надо понимать, что это было сделать невозможно. Поэтому есть и читаем мы отзывы населения, что недостаточно информирования было. По словам сотрудников МЧС, после того, как вода уйдет из огородов и домов, специалисты посчитают сумму ущерба. Людям выплатят компенсации. Интересный факт. Подтоплений могло не быть вовсе, если бы в советское время в Алтайском крае в городе Камень-на-Аби построили ГЭС. Но гидростроители тогда решили – хватит одной станции в Новосибирске. Областной центр остро нуждался в электроэнергии и, особенно эвакуированные сюда в годы войны, предприятия. У этой станции предполагался объем водохранилища почти в 10 раз больше. И именно это водохранилище должно было регулировать весь стоп по реке Аби. Если бы мы построили так, как предполагалось сначала Каменскую ГЭС, то Новосибирск выполняла бы роль контррегулятора и наш режим был бы очень простой. Нам вполне хватало бы того объема водохранилища, который есть сегодня. Нынешний поводок в очередной раз напомнил о необходимости возрождения малой гидроэнергетики, реконструкции старых межколхозных ГЭС, построенных много лет назад в Новосибирской области на притоках Аби, например, на Ине и Берди. С помощью мини-платин можно регулировать уровни воды. По словам специалистов, необходимо усовершенствовать систему оповещения граждан, чьи дома попадают в зону затопления. На майских праздниках многих не было дома. Они не смогли посмотреть телевизор или выйти в интернет. В этом случае помогла бы СМС-рассылка. Все же полезней, чем бесконечный спам. Анатолий Харитонов, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.